Да, запись будет, Петр, поэтому всем привет, раз-раз, рад вас видеть, давайте знакомиться. Значит, я, Лохтруф Вячеслав Александрович, проведу перед вами, как у нас сейчас модно назвать, мастер-класс Zabbix Monitoring Web-приложений. Сразу скажу, что причина вебинара очень простая. Я веду курс по Zabbix, он двухдневный. И я пытаюсь в эти два дня впихать как можно больше про Zabbix, который очень люблю, и материал туда просто уже не лезет. Уже, можно сказать, до 7 вечера приходится вести занятия по Zabbix, поэтому, чтобы сэкономить и можно было впихать что-нибудь еще интересное, я решил часть материала вынести в мастер-класс. Так, ну, в двух словах о себе. Я сотрудник специалиста, учебного центра специалист, и если вам понравится мой вебинар или понравится, как я веду, то вы можете меня легко найти в разделе о центре, преподаватели. Ну, и фамилия у меня редкая, поэтому легко найти. Локтор Вячеслав Александрович. Также здесь будет информация, на какие курсы, когда можно ко мне записаться. Дальше. Я, помимо преподавания, работаю инженером в МВТУ имени Баумана, не преподавателем. Студентов я учить не могу, потому что их надо заставлять учиться, а я не люблю никого заставлять, поэтому учу взрослых людей за деньги. Поэтому у меня две профессии. Одна я такой матерый сисадмин большой сети, вторая я преподаватель, учу взрослых людей за деньги, мотивированных, ну, и немножко стараюсь мотивировать. Для этого я использую методическое пособие вот с таким названием, Вики, Вал БМСТУ.ру, Вал это Вячеслав Александрович Лофтаров, БМСТУ, основное место моей работы, ну, и Вики формат. И, собственно, вы можете, если вам понравится вебинар или материал вебинара тоже этой методичкой пользоваться. Сейчас я покажу, где находится наш вебинар и начнем, начнем его, собственно, проходить. Значит, в разделе «Курсы материалы по методике чтения курсов», кстати, вы можете совершенно бесплатно посмотреть, что у нас читается на курсах по Линуксу. Я читаю большинство из них и можно сразу оценить там лабораторные работы, интересно или неинтересно и прочее. А я перехожу в раздел «Публичные мастер-классы» и открываю вот эту вот ссылку «Zabix Monitoring Web Приложений». Значит, ну, в конце вебинара я еще немножко о курсах расскажу, а то сейчас начну рассказывать, а вы отключитесь. Поэтому к делу, к делу. Значит, Zabix замечательная система мониторинга, которой мы с удовольствием в университете, ну, именно в админы, пользуемся и которую я с удовольствием объясняю на занятиях. Вот, поэтому уже с раздачей у нас имеется, как бы такая исходная ситуация, имеется уже сервер Zabix настроенный. Приходите к нам на курс, узнаете, как это сделать. Вот, значит, ну и, собственно, имеется несколько веб-приложений. Веб-приложения мы возьмем веб-интерфейс к почте и замечательную систему GitLab. Вот задача, да, задача. Давайте сразу с проблемой столкнемся. Возьмем, например, веб-интерфейс к почте. Значит, веб-интерфейс к почте у нас изучается на курсе Linux. Ну, вообще, как разъемный почтовый сервер и антиспам, и все там, и, значит, антивирус, и веб-интерфейс. Вот, и вот такой есть симпатичный веб-интерфейс нашей почте. И он работает, ну, сертификатов нет, потому что все сразу в один веб-интерфейс засовывать, еще и сертификатов было бы много. Вот, он работает, может пользователь подключиться и увидеть свою почту, да, в пустой ящик. А может сломаться, да, давайте более обозначим, да, более обозначим, что может произойти. Может что-то произойти, неизвестно что. Ну, как неизвестно что. Что-нибудь такое, о чем мы потом, конечно, разберемся и поправим. Вот, в результате чего, например, сама страничка будет доступна. Вот, веб-интерфейс открывается, да, пожалуйста, подключайтесь. А стоит попробовать ввести логин и пароль, как, собственно, у нас приложение не работает. Поэтому, как бы, наличие самого веб-интерфейса, как бы, странички приглашения, да, к регистрации, не говорит о том, что приложение работает. Вот, поэтому, увидев эту боль, давайте научимся, как ее мониторить, да. Значит, мне очень понравился комментарий одного из слушателей, когда я показывал эту лабораторную работу, он сказал, ну, а зачем все это? Надо просто настроить мониторинг всех компонентов приложения. Вот вы тут сервис восстанавливаете, фокус такой, да, и веб-приложение ломается. А надо делать, чтобы был мониторинг этого сервиса. Если он там упал, то тогда, значит, уведомляет нас об этом. И, в общем, правильное замечание. Я, кстати, люблю, когда люди там дискутируют, спрашивают, потому что это гораздо лучше, чем там равнодушное отношение к материалу. Видно, неинтересно. Вот, я с ним согласен, что по-хорошему надо, конечно, мониторить все компоненты веб-приложения. Но не всегда это возможно. В конце концов, я на своем ВИК увидел много странных случайностей. И всегда приятно раньше пользователей знать о проблеме. И когда они звонят, ты говоришь, да не может быть, только что работал. А когда они звонят, ты говоришь, да, все нормально, действительно сломалось, разбираемся. Так и должно быть, все хорошо. Вот люди обычно даже спасибо говорят. Поэтому как же этот мониторинг настроить? Ну и чтобы этот мониторинг настроить, нам с вами надо немножко потренироваться вообще с веб-приложениями. Я буду иногда так спрашивать. Напишите так вот плюсик-плюсик, кто прям с веб-приложениями работает. Значит, плюс-минус, если там вы представляете себе, что такое. Минус-плюс, если слегка представляете. Минус-минус, если пока вас судьба не столкнула с веб-приложениями. Ну, а я буду считать, что, значит, с веб-приложениями не все работали. Поэтому что такое вообще веб-приложения? Вот реклама, оголтелая курсом. Имеется, соответственно, у нас курс по Астериску, даже не первый. И в этом курсе рассказывается, как интегрировать Астериск с внешними системами. И вот в этом курсе, так между Астериском, рассказывается, что можно взять и разработать веб-приложения. Представляете, вы пришли на курс по Астериску, а вам там рассказывают про веб-приложения. Ну, как всегда на курсах, я все стараюсь сделать очень, как бы, камерно и, значит, так, чтобы лишнего не было, лишнего материала. Так, и, собственно, поэтому самое простейшее веб-приложение перед глазами у вас будет сейчас. Смотрите внимательно. Берем, создаем форму, да, значит, я не стал вопрос про то, кто со HTML работал, но, в принципе, можно. Вот она у нас, форма. Ну, и по сценарию лабораторной работы форма просит ввести номер телефона, вот. Ну, а потом этот Астериск берет, на этот номер звонит. Поэтому вот у нас есть форма, вот она у нас открывается, допустим, возьму я даже специальный браузер другой, допустим, в хроме, да, открывается. Вот, так, угу, корпорация, да, корпорация 13-й, мой любимый номер 13-й. Так, 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 нет, не тот самый, сейчас, не на сервер, сейчас сделаем. Вот же куда, я же себе все номера уже прописал, все правильно, что там. Вот форма, да, введи телефонный номер. Теперь, если я введу здесь какой-то номер и нажму на кнопку, то эта форма будет отправлена в приложение. Само приложение тоже пишем. И опять, курс, как бы, посвящен вопросам интеграции Астериска. Поэтому очень кратко на PHP, коротенькое приложение, заодно с рекламой того, что вы можете пойти там и про приложение PHP, как писать веб-приложение, узнать поподробнее и правильно. Вот, ну и, соответственно, простейшее веб-приложение у нас Астериска здесь не будет. Вот, курс у нас вебинар не про Астериск. Вот, поэтому приложение будет просто отображать этот номер телефона на экране. Вот вам, пожалуйста, уже как разрабатывать веб-приложение. Ну и демонстрирую. Ввожу номер какой-нибудь, нажимаю на Enter. И вот тем, кто с веб-приложениями не работал, я хочу показать вот сюда. Посмотрите, у нас с вами параметры формы могут передаваться вот здесь. Это так называемый метод get. А могут передаваться по-другому. Все это очень важно будет очень скоро, поэтому мотайте на ус. Если я в форме настрою метод другой, вот так вот возьму и скажу, что передавать, соответственно, метод post. Вот, и само приложение мне тоже надо будет поменять. Значит, мне надо будет тогда выбирать параметры, переданные в запросе уже через метод post. Да, вот так вот. И, собственно, даже вот так вот сделаю. И, собственно, посмотрите, как поменяется поведение. Поведение поменяется. Так. Меняется поведение. Ввожу другой номер какой-нибудь, говорю. И вот обратите внимание, номер отображается здесь, но не отображается в строке запроса. Перед вами было трехминутное объяснение, чем метод get в веб-приложениях отличается от метода post. И зачем это нужно, сейчас увидим. Сейчас увидим. Соответственно, вооружившись вот этими знаниями, чем отличается get от post, мы с вами берем следующее знание. Вот получается, что когда мы не видим, как передаются параметры в приложение, мы не сможем научить этому Zabbix. Дело в том, что Zabbix фактически надо будет взять, заполнить вот эти вот поля, выполнить вот этот вот запрос, проанализировать ответ. То есть Zabbix, в принципе, вместо человека должен работать, да. Ну, я не стал вам второй раз рекламу озвучивать, да, вот здесь вот, да. Значит, можно ли сделать так, чтобы Zabbix проверял работу прямо, как это делает пользователь. Вводил логин, пароль и так далее. И вот куда вводить логин и пароль, если мы не видим полей. И вот опять же я, честно говоря, сам не являюсь разработчиком веб-приложений. И начал эту задачу в лоб решать, буквально там сканируя трафик, который передается от браузера в приложении. Один из слушателей мне говорит, Вячеслав, вот есть же вот такой вот инструмент, дополнительные инструменты. Ну, в любом браузере есть инструмент разработчика. Вот, значит, еще раз здесь. В каждом браузере он открывается по-своему. И, собственно, здесь у меня даже есть, даже есть ссылка, да, как это сделать. Вот как открыть инструмент разработчика в браузере. Что нам дает инструмент разработчика? Он дает нам возможность увидеть буквально трафик между браузером и веб-приложением. И это нам скоро пригодится. Ну, давайте возьмем для начала простое веб-приложение, то, которое я только что перед вами разработал. Значит, если открыть инструмент веб-разработчика и, например, зайти в вкладку Network и запустить процесс записи трафика, то можно просто увидеть, что происходит следующее. Когда я передаю параметры форме, нажимаю передать это веб-приложению, то появляется вызов вот такой вот процедуры. И вот обратите внимание, помните, мы с вами смотрели метод get, метод post. Вот здесь вот явно написано метод post. Вот, что здесь еще можно посмотреть? Можно четко увидеть, что параметр номер телефона передается через переменную телефон. Ну и дальше, соответственно, можно уже будет переходить к Zabbix, что мы с вами и сделаем. Итак, мы, увидев в самом начале проблему, должны научить наш Zabbix подключаться вот к этому приложению. Давайте тоже я как-то мне в Chrome удобнее работать, хотя все по-разному относятся к этому браузеру. То есть надо, чтобы наш Zabbix открыл вот эту вот ссылку, заполнил вот эти вот поля, буквально набрал здесь студент, набрал здесь пароль-пасворд и нажал на кнопку «Войти» и почитал, что в результате получится. Вот, соответственно, еще раз, на первый этап он должен открыть вот эту страницу, увидеть, увидеть кнопку «Войти», понять, что страничка открылась, соответственно, ввести вот этот логин, вот этот пароль и на втором шаге уже проверить, удалось ли залогиниться. Как это сделать? Ну, поскольку у Zabbix как бы глаз нету, то мы его научим следующим образом. Мы ему скажем, проанализируй, пожалуйста, код вот этой вот страницы, вот код вот этой страницы, вот перед вами код этой страницы, и найди здесь что-нибудь интересное. Ну, например, надпись, что «RionCubeWebMile в IT», да? Дальше, значит, набрав вот это и увидев вот это вот интересное, наш Zabbix должен заполнить вот эти вот поля. Ну, поскольку у Zabbix нет мышки, то мы с вами берем на помощь вот этот вот инструмент разработчика, да, DevTools. Вот очищаю здесь все. Вот, и буквально, и буквально сканирую, какой трафик передается между браузером и сервером. Нажимаю на «Войти», на «Войти», да. Вот, посмотрите, у меня здесь все пишется, все пишется, и я буквально вижу, что загружается вот такая вот страница, в которой, и смотрите, какая красота, да, в которой расписано, что нужно использовать метод POST, опять метод POST, видите, наш, да. В этом методе POST необходимо передать вот эти вот поля, значит, ну, TaskLogin, ActionLogin, видимо, авторы придумали, TimeZone они еще тут забавили. Ну, а самые главные поля, это которые Zabbix должен заполнить, это User и Password, посмотрите, да, User и Password. Соответственно, еще здесь маячит какой-то токен страшный. Что это за токен? Видимо, этот токен был передан на самой первой странице, поэтому можно скопировать этот токен отсюда, посмотреть, что у нас вот здесь, и увидеть, что действительно это передается через скрытый элемент формы, и я, как не разработчик, не могу вам сказать, зачем этот токен нужен, но догадываюсь для того, чтобы информацию о сессии какую-то сохранять, чтобы можно было, ну, там, что-то подготовить со стороны приложения и так далее. Короче, врать не буду, не являюсь разработчиком, а вот в Zabbix настраивать надо уметь. Так, ну и что мы видим? Хорошо, значит, он передает вот этот вот токен. Так, дальше, значит, опять же, мне разработчики говорят, что если Zabbix будет постоянно логиниться в наше веб-приложение, то там переполнится таблица сессии, ресурсов и так далее, поэтому надо отлогиниться. Как отлогиниться? Надо нажать вот на эту вот кнопку. Значит, ну, прежде чем нажать на эту кнопку, надо понять, что мы успешно залогинились. Как понять, что мы успешно залогиниться? Ну, например, увидев вот эту кнопку. Вот у Zabbix соглас опять нет, поэтому мы с вами посмотрим код страницы. Я их расположу вот так. Вот это вот была наша первая страничка, вот это вот вторая страничка, да. И здесь, в принципе, можно найти, например, фразу там «логаут», «логаут», да, видите, да, «button logout». То есть «button logout» явно появится, если мы успешно залогинились. Вот, ну а мы с вами давайте посмотрим, что происходит при отлогинивании. Отлогинивание, да. Возьмем нашу, соответственно, возьмем нашу, наш инструмент разработчика. Значит, очистим информацию о трафике. На самом деле там еще одну вещь надо было увидеть, то, что редирект происходит. Ну, ладно, очистил, так очистим. Вот, значит, и нажимаю «отлогиниться». Нажимаю «отлогиниться» вот здесь. Посмотрите, посмотрю, что происходит, если нажать на «отлогиниться». Значит, опять появляется куча трафика. И если так вот посмотреть, трафик «логаут», то здесь запускается процесс с параметрами. Ну, во-первых, запускается, посмотрите, какой метод уже, «get» почему-то. То есть все параметры передаются прямо вот в этой вот строке. А еще, если внимательно присмотреться, то здесь другой токен. Почему-то при «логауте» должен быть другой токен. И где этот токен взять? Ну, сейчас посмотрим. Беру его, копирую, беру его, копирую и нахожу вот на этой вот странице. Нахожу его на этой странице, вот тоже в скрытом элементе. Ну, и теперь, вооружившись этими знаниями, идем, наконец-то, к забиксу. Вот он, наш забикс. Вот наш список узлов. Ну, и, честно говоря, к любому из узлов можно это привязать. Вот у меня единственный здесь узел, чуть не сказал, мониторится. Ничего там не мониторится, никаких элементов нет. Все, я удалил, чтобы все было чистенькое, свеженькое. И, собственно, рассказываю про вот этот вот фрагмент. Веб. Веб. Значит, имеется возможность создать веб-сценарий. Вот. Для того, чтобы создать этот веб-сценарий, я сейчас буду как бы много копировать из одной странички в другую. Поэтому вот так вот это отделю. Ну, и у нас с вами шаг. Это типичная лабораторная курса, которую я, собственно, среди прочих веду. Поэтому, собственно, ссылка на материалы курса здесь. Итак, надо создать веб-сценарий. Кстати, вот здесь вот рассказывается, как я там через анализ трафика все это выяснял. Ну, на самом деле, вот способ, который мне подсказали гораздо лучше. Вот. И, собственно, сценарий должен иметь название. Беру, называю его как-нибудь так, чтобы потом не забыть, что это за сценарий. Так. Веб-сценарий создать. Вот. Создаю веб-сценарий. Так. Называю его как-нибудь так, чтобы потом не забыть. Допустим, почтовый сервер корпорации 13. Традиционно у меня номер 13. Дальше. Хоть я и не программист, но буду использовать элементы программирования. Значит, вот таким вот образом объявляются переменные в сценариях. Вот таким вот образом. И можно их заполнить что? Если честно, то в Бауманке у нас несколько веб-приложений мониторятся, специальные тестовые учетные записи созданы. И если надо будет там поменять пароль этой учетной записи, то его удобно поменять на титульной странице веб-сценария, а не где-то там в глубине. Вот. И далее описываются шаги веб-сценария. Давайте вспоминаем, что нам нужно сделать. Что нам нужно сделать? Нам нужно загрузить информацию с нашего почтового сервера. Тут немножко другой почтовый сервер, адрес, поэтому я возьму вот так вот. В принципе, да. Так, первый шаг. Открывается титульная страница нашего почтового сервера. Вот. И, собственно, называться она будет там, ну, например, First Page, да, первая страница. Страница. Так, что здесь мы должны вспомнить? Мы должны вспомнить, что используется метод POST. Метод POST. Вот. А, нет, не прав. Не прав. Никакой метод пока не используется. Мы просто загружаем вот эту страницу. Просто загружаем эту страницу, чтобы заполнить поля, чтобы заполнить поля. И, соответственно, передать запрос веб-приложению на регистрацию. Так вот, уже здесь нам необходимо прочитать токен. На первой же странице у нас с вами ждет токен, который понадобится при передаче формы дальше. И вот, посмотрите, каким образом можно прочитать содержимое страницы и поместить в переменную. Переменная токен 1 равна. И можно еще раз показать. Вот у нас с вами титульная страничка. Вот, посмотрите, здесь элемент input type hidden, да, токен. И вот значение токена. Значение токена. Короче, я пишу выражение, которое найдет вот эту строку и выкусит из этой строки вот это вот значение. И помещу его в переменную. Так, пробую, значит, вот таким вот образом. На самом деле, потом я покажу, откуда я это списал. Потому что авторы Zabbix сопровождают Zabbix прекрасной документацией. Мне как-то кто-то сказал, что в Zabbix плохая документация. Я говорю, да вы что, вы не видели плохую документацию. Отличная документация, на мой взгляд. Вот, и, собственно, заполняю вот эту переменную. Заполняю эту переменную вот таким вот значением. Регулярное выражение. Найти вот такой вот текст. Там токен value равно. И вот 32 символа между фигурными скобками как раз будут значениями этого токена служить. Так, что здесь еще нужно? Давайте смотреть. Значит, наш с вами Zabbix должен понять, что титульная страница загрузилась. И это можно понять, например, разглядев на ней, запись с вами глазами, находит вот такую. Например, я нашел строчку, что вот точно, если есть login submit, если надпись есть, то титульная страничка загрузилась. Соответственно, я говорю, что признаком того, что все хорошо, должна быть загруженная титульная страница. Титульная страница, в которой есть вот такой вот текст. Ну и кто писал веб-приложение, знает, что код возврата веб-сервера 200 говорит о том, что все в порядке. Так, ну и дайте я посмотрю, ничего ли я не забыл, потому что, когда рассказываешь и показываешь, можно. Итак, первая страница у нас должна загрузиться. Титульная страница, кнопка submit, логин и пароль мы должны записать. Так, наверное, все. Говорю добавить. Следующий шаг, увидев титульную страницу, наш Zabbix должен залогиниться в веб-приложение. Так я напишу. Значит, login, login, логинимся. Так, тоже здесь немножко другой URL, не такой, как на курсах, поэтому скопирую отсюда его. Здесь просто получается, что с GitLab вместе, и мне пришлось разнести приложение. Так, что мы с вами вспоминаем? Мы с вами вспоминаем, что при регистрации надо заполнить поля, и вот эти поля будут переданы методом POST. Поэтому я начинаю заполнять вот эти поля, буквально копируя их из методического пособия. Значит, нам понадобятся следующие поля. Во-первых, тот самый токен, который мы с таким трудом на первом шаге прочитали с титульной страницы. Значит, этот токен называется token1, потому что будет еще и второй токен. Так, далее. Значит, вспоминая, что я там увидел между браузером и сервером, я вспоминаю, что там были вот такие вот таски. Task login, action login. Почему это два раза написано, можно узнать только у разработчика. Может быть, даже какие-то действия необязательные, но я, как инженер, советую все скопировать до последней запятой. Тайм-зону только я поленился скопировать. Так, и вот они поля. Логин и пароль передаются user. И, собственно, здесь я использую встроенную переменную на титульной странице сценария, чтобы можно было не искать где-то по шагам, какой там мы логин указываем, а указать уже конкретный, корректный логин и пароль. Так, пароль, и если эта страница успешно загрузится, то на этой странице надо прочитать второй токен, то есть там два токена. Поэтому я говорю, что прочитаю значение второго токена. Вот, и, в принципе, то же самое регулярное выражение. Спасибо программистам, они написали единообразно. Токен 2, кстати, фигурную скобку я не поставил, была бы ошибка. Токен 2, фигурная скобка. Так, и, и, не успел я тоже показать, а точнее пропустить. Там ответ сервера был 300 какой-то, по-моему, 302, 302. А если пойти на курсы веб-мастеринга, то это обозначает, что произвести загрузку следующей страницы. Вот здесь они называются follow redirect, поэтому надо поставить вот эту вот галочку. И в финале будет круто, если наш Zabbix увидит кнопку button logout. Button logout появится только в том случае, если Zabbix успешно в приложении залогинится. Так, ну и окончательный ответ 200. Вот это была вторая страница. Соответственно, говорю, добавить. Вторая страница, да. Регистрация. Ну и помним, что обязательно надо отлогиниться. Обязательно отлогиниться. А чтобы отлогиниться, мы с вами видели, что надо вызвать вот этот же вот URL. Значит, universal resource location, да, или адрес ресурса. Так, страничку мы назовем logout. Так, здесь у нас будут, метод был у нас get. Get, значит, post это post, а get это query. И мы подсмотрели в трафике между браузером и веб-сервером вот такие вот поля. Значит, в явном виде передается поле task logout. task logout, вот, и явно передается токен, второй токен, который был получен, второй токен, который был получен после успешной регистрации. Вот, ну и как понять, что наш Zabbix успешно отлогинился? Это, кстати, тоже там по ловре директ надо, или не надо по ловре директ, не надо, да. Значит, снова мы должны видеть титульную страницу, на которой есть кнопочка login submit, да. Само слово submit тоже нам, в общем-то, из разработки веб-приложения пришло, и код 200, да. Вот, и если все хорошо, если все хорошо, если я ничего не забыл, ничего не пропустил, а такое бывает, то у нас должно начаться следующее. Значит, я говорю добавить, так пальцы скрещиваю. Потому что сейчас каждую минуту у меня начнут, начнут идти запросы, и, соответственно, я смогу увидеть результаты мониторинга, то есть, как там у меня Zabbix, как там у меня Zabbix подключается, успешно или не успешно, вот, и, ну, минуту надо подождать, да, минуту надо подождать, может быть, даже чуть больше, потому что планировщик сейчас создаст новую задачу в Zabbix, и начнет, Zabbix натурально начнет подключаться. Так, ну, пока он будет подключаться, я понадеюсь, что у меня с RoundCube веб-приложением все в порядке, ну, поскольку это приложение все-таки такое, ну, под вопросом, есть оно у вас или нет, поэтому мне хочется показать приложение, которое у вас, скорее всего, есть и, ну, или будет, или планируется быть и так далее, и, наверное, оно важно для компании, должно работать, это, значит, приложение GitLab. Вот, вот, нам с вами нужно сделать так, чтобы, если что-то с GitLab'ом происходит, то мы с вами об этом сразу же знали. Так, ну, а я смотрю, что тут у меня с latest data. Да, посмотрите, кстати, ну, Lab'ы-то отработанные, я, кстати, очень не люблю читать длинные теоретические изыски, а люблю сразу практику, поэтому у меня много-много Lab, и они, как правило, отработанные, ну, за исключением каких-то смелых экспериментов, которые... И вот я вижу, что все три страницы у меня с кодом возврата 200, все работает и так далее, и, собственно, теперь нужно аварию, надо аварию устроить, вот, и об аварии узнать, поэтому быстренько доделываю эту лабораторную работу и переходим к GitLab'у, переходим к GitLab'у. Так, значит, веб-сценарий мы с вами сделали, и кто с Zabix'ом работает, знает, что в Zabix'е уведомлениями занимаются триггеры, поэтому я покажу пример триггера, значит, который уведомит нас о проблеме, ну, а дальше симулируем проблему, посмотрим, как это будет выглядеть, да, поэтому к почте придется вернуться. Так, значит, триггеры мы настраиваем в Zabix'е в разделе, в разделе Configuration, Hosts, и вот у нас имеется веб-сценарий, сейчас мы добавим сюда триггер, триггер. Значит, триггер надо как-нибудь назвать, так, чтобы мы вспомнили, да, что это такое. Так, сейчас назову триггер. Так, триггер мы называем, ну, все копирую из методички, на самом деле. О, какое название. Mail, корпорация, xfail, да, так, дальше уровень важности повыше, конечно, поставим. Ну, и, как бы, такой интересный нюанс заключается в том, что, кто с Zabix'ом работал, фактически фокус заключается в том, что мы привыкли триггеры писать на основе элементов, элементов, а элементов у нас, как таковых-то и нету, посмотрите, да, у нас ни одного элемента нет, есть только веб-сценарий. Но, с другой стороны, мы с вами в разделе Monitoring Latest Data вполне себе видели какие-то счетчики, и вот такая интересная тоже зависимость, то есть я ожидал, что из веб-сценария будет сгенерировано сколько-то элементов, но ничего подобного не увидел. А вот если запустить Wizard, то в Wizard среди элементов, вот они, наши элементы, есть. Я как-то так чувствую, что авторы Zabix'а веб-сценарий как бы приделали, такая другая команда делала, и вот по-своему. Вот, ну, и поэтому немножко странно, я не буду здесь формировать выражение, потому что сейчас буду говорить, ошибусь, возьму готовое, проверенное, а вы можете потом Wizard попробовать это и сделать все. Вот такое выражение возьму, вот, ну и, соответственно, прокомментирую, что это за выражение здесь у нас получается. Так, значит, это выражение гласит следующее, что веб-сценарий, мейл-корпорация, такое-то, в общем, это номер, да, или все-таки вставить, но контакт, да, давайте вставим, select, так, файл степс сценария, last value, результат больше нуля, ну-ка, дайте вот так вот, не хотел через вирус, в результате сделал через вирус, да, добавить, так, last, last, файл, короче, я оперируюсь на номер, на номер шага, который закончился ошибкой, если ни один шаг ошибкой не закончился, то значение будет равно нулю, а если закончился, там, первая ошибка, не открылась титульная страница, либо залогиниться не удалось, либо отлагиниться, то, соответственно, то, соответственно, ну и здесь, да, здесь, соответственно, все, вот она у нас написалась, так, ну и говорю добавить, значит, захожу в мониторинг problems, не вижу здесь никаких проблем, и создаю проблему, проблему создаю так же, как и до этого, как какой-нибудь сервис, да, останавливаю, который жизни не нужен, и вот вопрос, заметит ли Zabbix, что у нас сломался почтовый сервер, ну, по причине, вот, которую мы с вами видим, так, ну, пока наш Zabbix это дело выясняет, GitLab все-таки давайте, вот у нас GitLab, значит, про GitLab я в курсе не рассказываю Zabbix, это вот благодаря тому, что вы здесь собрались, давайте настроим мониторинг GitLab, по аналогии с мониторингом почтового сервера, поэтому я вот открываю шаг 4, соответственно, создаю еще один сценарий, создаю еще один сценарий, но прежде чем я создам сценарий, мне нужно также проанализировать работу веб-приложения, и вот я анализирую работу веб-приложения аналогично, значит, удаляю следы работы почтового сервера, что значит аналогично, я рассматриваю, какую ссылку открывает титульная страница, да, какую ссылку имеет, я рассматриваю код страницы, код страницы скоро нам пригодится, да, вот, я сюда ввожу достоверные логины пароль, логины пароль, и смотрю через какие поля, и каким образом этот трафик будет отправлен в веб-приложение с помощью вот этого DevTools, да, я говорю, соответственно, sign in, и давайте посмотрим, что у нас с вами есть, да, у нас с вами ошибка, почему у нас ошибка? Так, сейчас, секунду, что-то у меня желание кэш почистить, кэш почистить желание, и снова я подключаюсь к GitLavu, так, сервер, соответственно, вывожу титульную страницу, код на экран, так, ввожу здесь логин, пароль, так, запускаю DevTools, запускаю DevTools, вот он, да, у нас, и говорю, sign in. Вот у нас открылся GitLab, все как ожидается, и у нас имеется информация о том, как это работало, как это работало, так, как это работало, так, как это работало, так, что-то я... еще раз, мало, мало места на экране, вот, так, прошу прощения... так, открываю код страницы, ввожу логин и пароль, подключиться... 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 ... так... ... DevTools... так, подключиться... подключились так и смотрим 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 где мы тут подключить вот он sign in sign in так видим наш метод пост видим трафик посмотрите по и лот обратите внимание тоже какой-то токен передается дальше мы видим логин видим пароль что еще видим заголовках видим заголовок видим вот то что я забыл показать в приложении redirect вот ну и в общем вот у нас исходная информация есть откуда этот токен берется давайте посмотрим с токенами сложнее всего значит токен берется откуда-то с титульной страницы а где у нас титульная страница вот она у нас открыта титульная страница и если посмотреть вот он этот токен передается вот на этот раз через вот такое вот поле и имеет вот такую то вот длину так это мы запомнили соответственно теперь я открываю текущую страницу гитлаба исходный код код страницы до меняю их местами вот этот первая страница вот эта вот вторая здесь надо будет найти кнопку от логиниться найдем обязательно вот и собственно записываю трафик записываю смотрю трафик смотрю трафик записываю да вот это все запомнили с вами вот очищаю и смотрю трафик который получается при отлогинивании ну-ка если отлогиниться так вот наш гитлаб я нажимаю сюда и горю сайн аут сайн аут кстати внизу там от url мелькает сайн аут горю от логиниться так у меня записался трафик и я могу посмотреть что это за трафик значит здесь я вижу вызываю свой рел сайн аут метод кстати пост они get как в веб-приложении почты и опять передается какой-то токен откуда этот берется токи но кстати другой он тоже кстати похоже на приложение раунд кубе берется со страницы где мы были за логинин то есть вот с этого страницы и тоже можно увидеть что вот через похоже поле передается в общем общие вещи есть между веб-приложением раунд кубе и веб-приложением гитлаб и наверное кто разработкой веб-приложений занимается знает причину но мы с вами сейчас настроим мониторинг приложения гитлаб по аналогии с раунд кубе ну давайте посмотрим среагировали наш zabbix на проблему в приложении о посмотрите да посмотрите вот он среагировал и соответственно сообщает что уже шесть минут у нас не работает почта вам пришло письмо до интерес как через нерабочую почту вам пришло письмо шутка и имеется рекламный вебинар рассказывающие что в этом случае zabbix можно настроить на то чтобы он вам позвонил позвонил если напомните по окончанию несколько числа потом обещали где ссылки на вебинары остальные да если почтовый сервер упал а вы через почту получаете уведомление то что нужно сделать нужно чтобы было какой-то другой источник уведомления да но через телеграм а если вообще интернет на работе упал а вы там находитесь на удаленке да как понять что что-то плохое вот как раз есть вебинар где zabbix звонит вам в телефон телефонная сеть я надеюсь у вас не айпи потому что если айпи сеть то он конечно вам не сможет позвонить вот ну ладно а мы с вами тогда чтобы нам не путаться в настройках сделаем следующее я сейчас удалю мониторинг веб-приложение мы увидели его в работе что когда все хорошо мониторилась поэтому удаляю триггер все удаляю безжалостно да она же то не по сильным трудом так и веб-сценарий тоже удаляю вот так вот да и говорю хочу get love хочу get love и пишу как бы бонусная лаба да вот для курса я уже вам сознался что просто хотел побольше пиховать впихать в курс и вот теперь уже можно в эти полчаса чего-нибудь еще новое засунуть но а бонусная лаба заключается в том что я беру и настраиваю мониторинг гитлаба гитлаба так значит захожу тоже в веб-сценарии создаю новый веб-сценарий ну и в общем буду копировать отсюда если вам надо будет настроить мониторинг гитлаба то смело берите вот этот вебинар и делайте так по аналогии также будем программистами создадим переменные базовой странице которые запишем логин и пароль чтобы это можно было быстро поменять если понадобится так далее значит логин и пароль дам так так далее шаги шаги мы с вами подглядели что титульная страница загружается вот по такому вот url загружается да и называться она будет тоже я фантазии не обладаю большой first page будет называться так далее мы с вами увидели что на этой странице создается токен который понадобится в процессе регистрации поэтому вот в разделе variables я добавляю задачу прочитать и вот там прямо вот такая вот строка было name равно csrf токен контент и вот внутри кавычек вот в круглых скобках как раз от регулярное выражение возьмет значение то которое в круглых скобках ну а точка говорится что любой символ повторяется 86 раз вообще небольшой любитель рассказывать на курсах про регулярные выражения хотя мои коллеги например считают что это обязательно нужно знать как я и там и прочее но я говорю что конечно надо все знать но лучше знать забег чем верь потому что я это хорошо я например его знаю но очень много действий да но на самом деле с первого с первого раза всегда будет казаться многое сложно поэтому я предлагаю вам поставить эту запись на медленную и воспроизвести да я стараюсь в этот час впихать как можно больше и поверьте действий не очень много когда это делаешь пятый раз поэтому поэтому спасибо за комментарий а я двигаюсь дальше я хочу доделать так доделываю значит как проверить что у нас титульная страница загрузилась титульная страница загрузилась если забег увидит надпись sign in ну действительно здесь есть вот такая запись на на первой странице давите sign in вот ну а про регулярные выражения еще раз считаю что это наш самый сложный нюанс вот этой вот лабы и ничего не могу сказать авторы вверх приложений почему-то используют вот эти вот токены вот а мы люди не за не догадываемся что мы их используем в браузере на забег приходится вот это дело явном виде делать так ну и собственно продолжаю тогда до комментарии если что пишите если пропущу то так страничка должна закончиться кодом 200 хорошо да и follow redirect мы с вами видели о сколько вещей можно забыть ошибиться и не сделать так значит вроде бы все вроде бы все двигаюсь дальше так первое первая страничка есть следующая страничка следующая страничка страничка регистрации login логинимся логинимся так и вот она ссылка на регистрацию на логиниться так и при регистрации я Я должен передать прямо то, что мы с вами видели в трафике. Передается вот такая, да, метод POST, передается вот эта переменная. Так, и она равна, собственно, тому токену, который мы вытащили на первом шаге. Так, далее, далее. Это еще немного действий. Я представляю, сколько бы я это программировал, если бы не было Zabbix на какой-нибудь программе. Хотя был один слушатель, который мне сказал, Вячеслав, это ваш Zabbix ерунда. Я на питоне такую программу, еще раз, которая подключится, залогинится, отлогинится, напишу за 5 минут. Я говорю, круто, вообще, надо же, неужели это самое. Есть кто-нибудь в чате с питоном, скажите, неужели так легко, правда, это делается, что вот скрипт на питоне, залогинится, все эти методы наберет и так далее. Или это у меня был уникальный слушатель, один просто такой. В общем, я заполняю те поля, которые мне говорят, да, да, это возможно. Это была реклама курсов питона. Но если вы не хотите изучать питон, если у вас нет времени, а вы знаете Zabbix, то вы узнаете, как это сделать на Zabbix. Так, и надо, и надо, да, да, и надо, и надо поместить, поместить тот токен, который будет на странице после того, как мы успешно зарегистрировались, в переменную, потому что при отрегистрировании надо этот же токен передать. Надо же этот токен передать. Так, ну и необходимо, чтобы нас Zabbix прочитал sign out, sign out на страницу. Так, и код возврата будет 200, код возврата будет 200, если все хорошо. Вот это интересно, будет или не будет. Так, 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 ну что, коллеги, да, действий много, да еще надо вас не задержать надолго, поэтому тороплюсь, да, добавить. Так, ну и третья страница, отлогиниться, отлогиниться. Значит, когда я мышкой возил по этой кнопочке отлогиниться, там мелькал вот такой вот URL, его же мы с вами увидели в трафике, увидели в трафике, вот, назову я эту страничку logout, назову страничку logout. Так, и метод post там был, метод post, и там надо было передать, собственно, вот такой вот параметр, в пост параметрах передать, что метод post, вот, и еще передать, соответственно, и еще передать, соответственно, переменную. Даже, наверное, поставлю я follow redirect, у меня такое ощущение, что, не такое ощущение, однозначно, что когда я попадаю на титульную страницу, там будет sign in, поэтому я вот заполняю все поля, все поля. Дальше, значит, говорю follow redirect, и будет круто, если я глазами забегса, да, увижу, увижу вот такую надпись sign in, sign in, sign in, так, и, собственно, регулирует код 200, да, код 200. Первый вписываю. Так, 200. Ух, вроде все. Говорю, говорю, проверяю, смотрю, говорю окей. Говорю добавить. Говорю добавить. Так вот, параметр. Так, что-то набрал. Сценарий, он, гитлаб, так, ну, steps, что не так-то? Кентон, инвалид, панели, ну, там, просит. Так, гитлаб, паспорт, что-то набрал. Ну, давай, смотри, скажи. Steps. Steps, что-то что-то. Ну, коллеги, подсказывайте, кто видит, что набрал, где-то, где инвалид, пара, в рейбусный сценарий, в рейбус. Фигурные скобки есть, все есть. Что не так? Агент. Агент это под видом какого браузера он работает. Шаги, first page. Логин там не фигурная, а круглая скобка. Так. Да нет, фигурные здесь скобки. Оно уже все скупировано. Так, юзер логин, логин. Так, на первой страничке, да, логин, паспорт. В том-то и дело, что не вижу я. Логин, студент, паспорт. Добавить. Не, не хочется. Ну, что не так? Так, зачет поставлю, да. Зачет поставлю. Так, GitLab, Zabbix, логин, студент, пароль. Но, люди разбегутся, давай уже. Веб-сценарий. Не, ну это вообще. В последнем шаге была какая-то ошибка. Так, в последнем шаге steps добавить. Так, еще раз проверяем. Где-то я пропустил. Так, пропустил. Значит, логаут, сигнаут. так еще раз пост фил метод пост так добавить еще значит аутентифики шин токен 2 дед вот я здесь ошибся так и региурит стринг соответственно ну я как вы догадываетесь никогда в срок не успеваю если вдруг надумаете у меня учиться спрашивайтесь на подольше потому что мне хочется побольше рассказать и вот результаты еще и бывают вот такие вещи так но все все остальное так смотрим токен 2 фигурные скобки так добавить апдейт о апдейт ну наконец так идем мониторинг лает из дата лает из дата мне тут говорят зачет поставьте да я что-то ребят пропустил это это имеем да какую-то ценность зачет этот или нет давайте поставлю пока пока вдруг имеет ценности я может это самое не знаю поэтому всем ставлю присутствие всем ставлю зачет особенно тем кто подключился и и не отключился до сих пор да вам два раза за счет так сохранить хорошо а я возвращаюсь возвращаюсь к нам на что у нас лэйт из дата давайте посмотрим короче коллеги лэйт из дата логин вас туэлью что мы с вами видим пёс пейдж так классный рормы то-то-то код код у нас трехсотый кстати don't match any regurit статус код 200 так сгит лап last message а на каком этапе это у нас логин между прочим ну-ка это не было в сценарии я имею в моем сценарии этого не было так сервер так 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 веб-сценарий и так где-то у нас логин steps логин так follow redirect надо добавить наверняка потому что трехсотый код это да на всякий случай а то вдруг не шутка я это самое все равно надо было подождать да так проверяю везде ставлю follow redirect такое ощущение что это галочку можно ставить смело чтобы она была чтобы она была до директ на третьем шаге тоже follow redirect так и говорю апдейт и ждем еще минуту пока она ждем еще минуту так минуту езда так мониторинг лейтас дата ну-ка теперь что у нас будет давай обновляйся ну вот у нас отсчетчик да тут можно не перечитывать до 43 секунды да коллеги а еще я люблю вместе ввиду а еще я люблю задачи задавать короче мне не удалось победить вот эту штуку почему-то когда пользователь от логинивается от от логинивается от гитлаба он видит вот такую страничку а когда за бикс от логинивается от гитлаба он видит вот такой код это означает пустая страница то есть не ошибка и и я потратил пару часов но не смог ее победить и поскольку у нас в ауманке используются гитти вместо гитлаба то я решил это оставить вам короче если найдете причину напишите а я воспользуюсь этой ошибкой чтобы показать еще один интересный момент дело в том что здесь в отличие от языка программирования как-то из коробки плохо с отладкой вот мы с вами пишем какие-то страшные тут токены да например на шаги добрый да не отставил я ребят но честно говоря проработал этот вопрос вот нелегкая какая-то вещь не понял я если поможете напишите на почту буду рад я с удовольствием упоминаю что вот слушатель взял не написал вот я никогда не верю это я я я вот всегда осознаюсь апа лари все-таки говорят не поставил да но даже если его поставлю короче я проверял и с редиректом и без редиректа поэтому полу редирект сейчас поставлю но не помогает не помогает да я хочу показать отладку значит я вот покажу посмотрите проблему я могу подозревать что например вот на этом шаге вот в этом выражении где-нибудь ошибся и вот значение вот этого токена там неправильно а как посмотреть правильно или неправильно значит я нашел вот такое решение в интернете вот спасибо добрым людям да и она базируется вот на чем мы можем вставить в код сценария некий левый шаг некий левый шаг который заведомо будет неправильно но это заставит забикс нам нужные надписи показать и вот смотрите вот как бы путь решения этой проблемы я начал думать что вдруг вот этот токен там неверно как бы его посмотреть что он получается я просто добавил еще один шаг вот с таким вот урл посмотрите с таким вот урл я обращаюсь там куда-нибудь например 127 001 на несуществующий урл и в несуществующий урл подставляю переменную это шаг назову дебаг дебаг далее опять же автор который нашел вот это вот решение говорит что надо надо сделать так чтобы код возврата был правильный код возврата 404 что этой странице нет надо сделать чтобы код возврата был правильный представляете да люди находят а вот строка явно не существующие вот я вот вот такую пишу вот строчку да то есть здесь забег запнется за то что вот он получил правильные а строки вот такой вот нету и я этот шаг я этот шаг добавлю перед третьим шагом то есть идея такая а интересно вот это переменная она назначается вообще или нет подозрительная да ну как бы кто программировал хоть на чем-то знает что отладка это наше все да и вот теперь я хочу показать что если все хорошо то я увижу буквально какой там токен был получен и мы если что убедимся что дело как бы не в токене вот но потом по просьбе в чате там денис мне совет дает я поскольку она как бы не работает начинаю пользоваться любыми советами опять же не говорю что вот слушайте меня как я правильно умнее всех быть нельзя надо пользоваться плодами так коллеги пока она собирается я на всякий случай вот вам что скажу значит занятия люблю вести очень потому что виду их редко и мне интересно и часто отмечают и люди что весело и так далее единственное что я ненавижу это формат обучения формат обучения у нас чаще всего идет как в школе то есть дети садитесь слушайте ты не вертись ты не отвлекайся ты короче ужас почему потому что люди вы взрослые и вы не вертитесь у вас другие проблемы вам там с работы позвонили или еще что то и вот я всегда горюю от этого дела и тут 12 числа 12 июня мне ставят совершенно чудесным образом супер вариант обучения значит этот вариант обучения очень редко бывает потому что его никто не может продать его не могут продать потому что говорят записывайтесь на курс вы будете учиться по записи и тут же человек вешает трубку нет запись мне не нужно мне нужен препод и так далее потому что менеджер не успевает продолжить что учитесь вы по записи но продали вам не запись вам продали персональные консультации со мной вы берете запись гораздо лучше чем этот вебинар потому что я не тороплюсь на записях все растолковываю подробно и так далее и делаете все как я в этой записи рассказываю но у вас обязательно возникнут дополнительные вопросы обязательно что-то не получится вот вы можете записи в ютубе найти берете youtube и смотрите там как кубернетис разворачивать и разворачиваете рядом а у вас раз на не развернулось что-то что делать ну другой ролик ютуба надо искать а здесь не надо искать другой ролик ютуба здесь вы запись останавливаете где-то вячеслав кубернетис не разворачивается и я сажусь с вами и выясняю почему кубернетис не разворачивается и вы никого не ждете например если у соседа там компьютер повис то я занимаюсь соседом а вы не ждете вы учитесь по записи и так далее так что супер формат обучение вы можете любой из курсов которые я веду про изучить вот в правильном формате следующий раз такое будет только в сентябре места еще есть так ну и налив рекламы давайте посмотрим что у нас с вами да 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 и насчет то-то-то-то налив вам рекламы давайте посмотрим что у нас с вами что у нас с вами давайте посмотрим за бикс говорит так запекла это с дата и вот посмотрите посмотрите да значит последняя ошибка была на шаге дебаг и я прямо вижу тот запрос который был посмотрите здесь сообщается что требуемая строка не найдено но я явно вижу что дело не в токине дело не в токине и теперь значит увидев что дело не в токине я исполняю свое обещание значит я говорю что мне кажется что follow redirect я делал и оно не помогло но черт меня возьми если они попробуют еще раз сделать поэтому беру захожу в хвост захожу в веб-сценария захожу гитлаб значит и собственно убираю просто убираю вот этот отладочный шаг римов римов мы делаем говорю об да это тоже конечно могли бы галочку поставить включить выключить нет только римов все нельзя там как бы шаг заблокировать она ну с одной стороны довольно кандова но еще раз я как человек не знающий питона или там голову или там забывший уже первого как бы написать такую программу которая бы это дело для меня но проблематично а как вот админу накидать здесь я что такое бед что такое посты знаю что ты врл знаю вот и вот здесь заполнить эти формы вот и соответственно в течение минуты мы с вами сможем посмотреть помогло или не помогло но сразу скажу что в принципе можно этот вариант уже использовать можно просто надо надо что учесть что на третьем шаге у нас загружается пустая страница да вот просто я беру и могу сделать так что сейчас ошибки не будет никакой до файл степ что я могу сделать сдаться беру и говорю ну ладно ладно все признаю почему-то не загружается титульная страница обратно с логином и паролем вот поэтому беру и просто говорю веб сценарии на третьем шаге на третьем шаге мы с вами никакую строчку не ждем все уже дождались да и ждем код 204 вот теперь у нас с вами ошибок не будет но конечно было бы круто если бы кто-нибудь нашел бы и мне бы подсказал так да 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 так обещание в начале напомните пожалуйста что я обещал я как обещаю так и забываю но если мне напомнить я обязательно выполняю никогда не нет самой не жалко запись если бы еще раз пардон речь была про вайпик про просто риск а просто риск спасибо спасибо чуть не забыл еще рекламы налить коллеги да спасибо посмотрите может быть интересно значит моя методичка вики валбе мастеру надеюсь вами будет использоваться вот если говоря я пользуюсь вовсю мои коллеги часто пользуются и вообще google не часто заворачивается и монетизировать ее пока никак не могу найти мысли как ее моделизировать так что открывайте спокойно и о чем я хотел рассказать что здесь есть раздел видео уроки и вот я уже вам рассказал что этот видео урок он связан с тем что я просто пытаюсь как можно больше в курс впихать и вот здесь таких видео уроков по всем курсам уже накопилось некоторое количество и я вам рассказывал про то что за бикс позвонит вот вам пожалуйста видео урок как это реализовать здесь реализуется связка между за биксом и астериском и она реально звонит реально можно сделать так что можете вот а также можете посмотреть все любые видео уроки которые ну короче запомните вики валбе мастеру видео уроки и наверное наверное все тогда вот давайте если еще есть вопросы задавайте ну вот а так мы уже с вами 20 минут лишних сидим как обычно видео получить записано так видео получить записано я тогда видео останавливаю и и и this conference will now be recorded посмотреть а чё у нас нормально лейтез дата да посмотрите никакого файл нету да то есть ну такая как бы заточка что мы не загружаем титульная страница так что вот гитлаб у нас мониторится если упадет мы узнаем раньше остальных об этом